Пацаны, 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов, где мы втроем продолжаем разбираться в автомобилестроении. И вот какое дело сегодня. Второй подряд корейский автомобиль вот в таком недосягаемом сегменте за 2 плюс миллиона. Вчера мы смотрели Kia Stinger, который, ну мягко говоря, я не был впечатлен этой машиной. Kia Jala, да, мы его назвали еще? Kia Jala, потому что Stinger это Jala. Мне Stinger понравился, но вот этот автомобиль, я на нем еще не проехался, я в нем еще не сидел. Я любовался на него сейчас полчаса, пока Андреева снимал. Экстерьерно, дизайн мне нравится очень-очень сильно. А мы настолько в автомобилестроении разобрались, что только 15 минут назад узнали, что Optima и K5 это одна и та же машина. Да, с 2001 года производят Kia данные автомобили. Он назывался Magnetis на разных рынках. Optima, потом Optima K5. И сейчас на российский рынок, на корейский рынок эта тачка называется K5. Производится, вернее собирается она в пяти странах. В Корее, Китае, Малайзии, США и России. Соответственно, три основных рынка. Европа, Азия и Соединенные Штаты. А теперь убирай телефон и то же самое. Нет, не надо обманывать зрителей наших. Слушай, я уже очень хочу прокатиться, но я сегодня впервые решил посмотреть, что происходит. Зашел на сайт производителя. А там мне знаешь, что говорят? Что говорят? У нас, говорит, вот такая классная, охуительная машина. Но она едет 10 секунд до 100. Но сегодня у нас 2.5. Редкий экземпляр. В продаже их очень мало. На дроме можете посмотреть. Всего там более 900 штук по России. В Красноярске новых таких K5-9. 2.5, да еще и GT-Line у нас сегодня в руках. Это 197 кобыл. Вообще, на российский рынок идет двушка в районе 150 кобыл. И 2.5-197. Больше вы ничего не найдете. По внешке мое. Нравится. Все. Мы на этом сразу заканчиваем все дело. Внутри я уже посмотрел. Крутилки-вертелки. То же самое, что в стингере. Но как-то поинтереснее чуть-чуть все равно. 2.5 миллиона данный экземпляр. Если посмотреть ценники, то на дроме от 1.8 можно брать. Но, естественно, более скромные комплектации на 2-литровом моторе. У нас 2.5 миллиона тачка стоит. А вы знали, что решетка, над которой мы разъебываемся? Уже несколько видосов про корейские автомобили. Называется «Улыбка тигра». Да. И как написано на сайте людей, которые делают эту машину. Решетка похожа на чешую акулы. Ты представляешь, на автовазе сидел кабинет. То же самое. Деревянная дверь. Скрипучая. Да, да, да. Ты говоришь, «Василий Евгеньевич, можно?» Он говорит, «Да, смотрите, я придумал новую тему. Мы, значит, делаем вот новую вот такую морду, вот такую на Гранту, которая раньше была Калина. Ну, вы поняли. Ага, понял. И делаем ее в стиле сущего апоссума. Как вам? Давай другое. Он говорит, «Ну, смотрите, спаривающиеся выдры». Он говорит, «Блядь, это уже есть на Вести. Давай другое». Он говорит, «Давайте тогда просто что-нибудь уебищное». Он говорит, «Давай делать датсун-онду». Ну, там отдельные приколы. Субтитры сделал DimaTorzok О-хо. О-хо. Тигрены и львы и львы. О-хо. Да, да. Здесь регулировок вообще куча дополнительных. Нифига себе. Слушай, ну это реально поинтереснее, чем Stinger. Вот эти все штуки, все тоже самое. Панель, по-моему, тоже самое, да? Нет, как в Stinger, здесь у нас рычаг. Вот эти кнопочки подогрева и вентиляции. Короче, вот это все как в Stinger. А она так же шатается новая. Да, действительно, беспроводная зарядка, в которой уже лежит мой телефон. Здоровый, братичок. А беспроводная здесь? Вот она. Слушай, музыка у нас босс. Блядь, такая дверь классная. За ручку прям держаться нравится. А посмотри наверх. Двери как у меня закрываются. На потолок. А, черный. А места как тут много. Ух ты, ёпта. Оценочные суждения от Михеева Павловна. Ух ты, бля, нихуя себе. Вау. Смотри, у меня здесь какой прикол есть сзади. Опа. Ух ты. Удобно, когда плюху потерял. Нет. Это вообще. Или наоборот. Присмотри. Но мы не пропагандируем. Ну, да, да, да. Что там, ну-ка, шатается потолок? Ну, он везде. Подожимай нормально. Ты сказал, что он везде шатается. Ну, вот именно. Здесь хотя бы простительно, здесь панораму дали. А как панораму открыть, пацаны? Соведи. Ага. И потом еще раз все полностью крышет. А, она сама. Ну, это же круто. Да, очень здорово. Нет, ну, вот это настолько добавляет лахуревости, насколько это возможно. То есть, я бы даже 2,700 отдал за такое. Слушай, ну, я напомню, что этот автомобиль является в первую очередь конкурентом новой Мази 6-ки и Toyota Camry 70. И мы с тобой их смотрели, они 2 с копеечками были. Ну, я думаю, там же уже и Ешка добавляется, уже там все добавляется. Ну, вообще, они, конечно, стараются, да, соревноваться с Ешкой, БХ и Пятеркой, но я думаю, что, наверное, пока нет. Я думаю, что они, братан, знаешь, в какой момент поняли, что соревнования должны закончиться? Когда они приблизились по ценнику и такие, типа, и пошли они в жопу, блядь. Ставим такую же цену и продаем машину. Идите нахуй, выбирайте. И просто хочется, типа, пока нищета. Пока вот это вот. Прикинь, как круто вот на ларьке, на Калинино выйти за Смайком за 10-м. Че, охуя, критикал. Нет, мне тут прямо нравится. Здесь даже, мне кажется, места больше. Бля, нифига такую себе приобрел тачку, слушай. Жалко, что ты поездить не можешь. Да, у нас просто владелец еще получает права. Его осталось там дней 10-15 до этого сериала момента. Его, знаешь, как зовут? Охуел. Помнишь, как в джентльменах? Это нах. Че нах? Это нах. Здесь у нас владельца зовут охуел, потому что это... А скажи еще, что это первая твоя тачка. Да, это первая моя тачка. Ну, все, с тобой я. Теперь давай добьем финально. Нет, давай потом пригласим его и добьем финально. Давай, что мы здесь можем сделать? Водитель 2, радио, медиа выключено. Это пока все, что я могу сделать. Зум. Мы нажимаем мап. Красноярск, Россия. Да, смотри, тут реально все. Ну, оно такое почему-то все лагающее. Прямо-таки лагающее. О! Навигатор лагающее. Навигатор лагающее? Ну, смотри, смотри, как он. Это же прогруженная вся история. Почему нельзя ее сразу, типа, машина запустилась, он все прогрузил? Да, он без инета работает. А, работает без инета? Ну, это хорошо. Все, мы смотри, можно снять чик-чик-чик. И вот здесь закладочка. Погнали. Это вообще и координаты, вот они, главное. Слушай, давай посмотрим, что там еще есть. Есть ли тут такие приколы, как в Мерседесе, какие-то успокаивающие мультимедиа приколюхи? Так, смотри, есть спокойные волны. Ну, это прикольно, конечно. А подсветка, нет, подсветки нам не дали, да? Фронтовая только. Назад не уходит. Это в целом звук для всех россиян, которые не могут улететь сейчас никуда. В Турции хорошо, да? Ой, жарко, блядь. Ой, как хорошо. Ой. Подай, пожалуйста, кокос. Или как угодно. Как угодно. Ладно, давай дальше. Дождливый день. Ну, это больше похоже на мужика сыну резом, блядь. Дальше. Уличное кафе. Зачем нам уличное кафе в машине? Что за тупость? Там просто, если долго ждать, там будет... Марина, дай отмену! Снежная деревня. И что, он просто вот так долго идет куда-то? Да. И он в конце типа не делает? Фу, блядь! А можно менять стиль приборки? Опа! Это спортуха-гоночность случилась. Опа! Это кастом. Так, вот, комфорт. Угу. Синеньким засветилось, значит, экономично. Блядь, ну это классная игрушка, типа. Сегодня вот комфорт и звуки камина. А завтра спорт и звуки леса. Слушай, так они молодцы! Тут прямо нормас! Знаешь, что надо делать? Что? Надо сюда просто сейчас загонять новую Ешку. И вот пересаживаться туда-сюда. Ну да, не иначе. Потому что так сложно сказать по материалам, но вот так вот на них смотришь, вот на это все щупаешь. Ну знаешь, я тебе так скажу, пахнет эта машина так, как что-то тебе с Алиэкспресса пришло, вот честно. Человек купил себе первым автомобилем Kia K5, как бы. до того как получил право до того да у нас кадре по центру андрей и справа влад влад владелец автомобиля андрей его друг который сейчас обкатывает тачку просто шоу нихуя фарт бронам в комарчагу надо по делам и суши на самом деле андрей если что-то один из первых людей которые в россии ездит на kia k5 gt line но и к 21 года наслаждаться я пойму момент вот ну рассказывай почему именно этот автомобиль но все началось то что заказываю в основном бизнес-класс такси и приезжают камри думал блин надо брать камри новая такая прикольная чтобы на случай чего так сануть ну баня а потом что-то мы с моей девчонкой сели в к пятую и она сильно понравилось ну вот итог там были у них некоторые такие моменты когда их привозили скорее были рыжики на краске на багажнике вот но они просто в одном в вагоне с патриотами ехали заразе как это как метрянка тачку с патриотом поставила все чик уже в крапинку мир но в итоге они там что-то поправили сделали сейчас такого уже нету причем не было мысли взять в долг занять кредит добавить 500 тысяч взять mercedes нет не было ну потому что это будет как первый автомобиль он более-менее безопасно и более-менее для новичка за рулем пойдет видео будет называться ахуел я тебе говорю но это для новичка я так чисто там притрусь там притрусь бордюрка андрей мы с андреем являемся владельцами сейчас японского автопрома андреева mazda фамилия а у меня корона премиум и мы как это сказать то находимся в сегменте недорогих автомобилей очень очень как тебе ощущение за рулем привыкал не привыкал как очень привыкал потому что машина напоминает тебе как будто ты сел после жигулей в марк или в кроун все большое объемное смотрят нас сейчас молодые тигрины львы пацаны и 13 процентов девчонок и задаются вопросом чем же занимается хозяина а тебе сколько лет 23 расскажи что ты делаешь пожалуйста я делал скины для ксго вот и все и это не шутка вот и все тебе бы еще скины на татуировки кто-нибудь блять научил делать было бы вообще охуенно ну блин у меня мастера очень охеренный был взял дохуища бабок за эти портоки свожу ну вот ищите любой способ зарабатывания денег и сейчас бы охуенно залетела реклама до букмекерки блять ну на кейсел получается человек на тигриную улыбку то же самый лучший скрин скину тебя на какую пушку получился юс как называется юсп с берлинг сакура есть пробежная уже 16 тысяч километров стоит она 2 миллиона двести шестьдесят восемь тысяч рублей есть комплектация похуже на двух литрах стоит на 2 миллиона пять тысяч рублей стоит она в автосалоне собственно говоря в одном автосалоне который у нас есть теперь дешевую давай глянем окрасная о красноярску делаем самая дешевая миллион семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот рублей посмотри она поди на тряпки ну конечно да это самая дешевая машина она на тряпки в серебристом цвете и не здесь тоже есть какие-то плюшки видишь здесь отсутствует вот эта консоль которая с ручником с авто холодом с отключением паркинга и камерой и работают только в одном положении в положении подогрева то есть получается за эти деньги не будет нет холода не будет автоматического съемка с паркинга ну да и нет ты подогрева руля и охлаждение с ней давай самую дорогую посмотрим выбираем самое дорогое тоже в наличии в красноярске 2 миллиона четыреста сорок четыре тысячи девятьсот рублей kia k5 два с половиной литра gdi jetline плюс в синем цвете такая симпатяга но это вот точно такая же как наш да на таких же дисках самая дорогая в россии продается в санкт-петербурге братан 2 миллиона девятьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок рублей в общем машин в наличии достаточно поэтому если вы хотите приобрести себе корейскую новую тачку заходите в приложение дробь мы сами им пользуемся я думаю все уже давно это поняли и знают на и ссылку мы оставим как всегда в описании если вас до сих пор удивляет беспроводная зарядка в автомобиле то вы попали на верный канал дартем потом пока мой телефон заряжается в беспроводной зарядки время поговорить о том что двухсполовинчатый мотор с расходом семь с половиной литров существует и он здесь сейчас мы нахуй тебе эту губу которая допом идет оторвем ничего нарисуешь скинок еще губы нахуй будет нормально так ну чё 2021 год машина прям да только что из салона 913 километров пробег не она вот кстати говоря знаешь что что стингер что эта машина по рулежке они очень прикольные не знаю как они ведутся там на больших скоростях но на понимании того что ты сейчас можешь отскочить из ряда в ряд типа и все пройдет успешно то есть все были хорошие дороги с хорошей волосой то она держит еще нет не дает выкатиться контроль полосы это мы видели еще в хайлендере контроль полосы знаешь что такое контроль полосы это презерватив потому что если он надет то тогда второй полосы не будет я пробил а если в голове тогда вообще не надо никаких контролей у нас сексонарка на что что да шутки не про секс это наркотики будут сегодня создавать на интеллектуальный уровень выше поднимемся пожалуйста с минус четвертого хотя бы на минус 1 ледова на сутки как у 15-летних не было да 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 так мы переключаемся в режим спорт у нас появляется невероятная агрессия табло становится серебряным центральные кружочки становится красными появляется надпись спорт слушаю очень она такая прям вся мягкая гладенькая ну просто я почему мы 70-ку когда смотрели мы по этой же дороге точно также ехать да я очень хорошо помню прикольно что она в спорте затягивает обороты но так как тачка новым просто включаем комфорт и наслаждаемся происходящим но становится по моему на 140 немного шумновато не кажется никому нет ну и ладненько что говорит производитель до скольки нельзя разгоняться ничего не говорю они по-корейски пиздельцы ну ладно ладно тебе не выйдем да пизделья . вы сейчас раздать валия машина ну ладно давай по комфортабельности происходящего руку здесь неудобно вот так удобно мы можем ниже опустить меня мы можем ниже опустить все вот ручка тогда мы все видим зеркало кстати знаешь как раз размером с это небольшое заднее стекло вообще все нет я хочу сказать что по идеальной построенной компании розавтодор дороги в аэропорт упали денежки сейчас просто плывем буквально просто плывем очень хорошо ну все братан это произошло мне нравится корейская машина удивительно но еще бы чуть-чуть шумки вот единственное ваще бы чуть-чуть чистарки так за я не прошу ее можно прошло меня да да и и на высокую скорость реально не хватает хотя типа вот в крейсерской сотку слушаем сколько 23 тебе мне бы вообще похуй было типа кого чё не у нас конечно вообще серия видео интересно намечается 19-летний на стингере 23-летний на новой к 5 мы чё продались какой-то властной организации или чё просто давай в каждую хуйню ради прикола интеграцию корейской морковки делать теории мы чуть-чуть включаем горящий камин и хреначим на озерах на самом деле пацаны девчонки все понятно она поедет и 200 и 230 кстати обратите внимание спидометр как интересно да он со 140 начинает по 30 километров то есть она поедет 230 точно насчет 260 там заявленных я думаю что у нее какой-нибудь 225 предел прикольно что знаешь сказали что 190 и вот тебе все 190 ты вот садишься и такой типа давишь газ в пол с кикдауном со всеми делами такой ну да 190 прям 190 только передний привод у тебя есть какие-то уроки по рисованию может или нету жаль слушай у нас красноярский еще есть твои коллеги но есть но без галочек в игре ты с галочкой ну то есть ты короче официальный сотрудник истории вот это все ну вполне возможно есть такие типы которые верните деньги за скид нет пиздец мамка не одобрила ты можешь короче сзади пятерочку оторвать добавить место невеса у тебя будет киа кс денис ты можешь кто блять по интеллектуальный юмор шутить ну ты можешь спите уродика оторвать ой ё-моё но я раскусил все мне очень нравится ехать фишечку я прям такой кайф получаю сейчас вообще при том что мы здесь втроем сидим сзади блять в аэропорте туда я улетаю андрей на срочные дела пиздец едем на презентацию скинов для кс мое мнение я говорю последний раз мне очень нравится эта машина я сейчас мечтаю о том чтобы в пределах года полтора купить жене новую тачку салона и теперь это на данный момент мой фаворит но по итогу она будет ебашить на ладе место нормально если пацаны и девчонки нам миллион тысяч лайков поставят на ближайшие видео то может быть и получится жену на нормальную машину пересадить ты меня пересади пожалуйста ты сама себе пересади блять давай купим тарик можно я поеду в новосибирск три года уже разгребаешь эту хуйню тебе одна поездка в вагоне ресторана столько проблем но мне нравится машина вот эта машина мне нравится больше чем стингер больше чем camry больше чем mazda шестерка а знаешь почему братан больше чем стингер потому что они за три года еще прогрессировали вот и все мы сейчас когда посмотрим новый стингер и не удивлюсь если тебе понравится обновленный стингер 21 года почему нет да вот видишь влад говорит что новый стингер пушка денис не балуйся я не балуюсь руки же на руле ну и ладно вот сейчас мы сейчас поливали расход 13 5 но мы ехали во второй части спидометра уже понимаешь где отделение идут через 30 блять вот это крутая тачка но опять же сейчас пацаны 13 процентов девчонок смотрят и говорят михеев и павлов и андрей и андрей вы чё охуели откуда такие деньги не если хоть кто-то напишет в комментарии что мы продались киа автоваз с галочкой типа в чем смысле и у вас типа в комментарии но пацаны мы вообще-то так на вас рассчитывали вы единственные кто занимается его за клещом ли меня-то нихуя крепко ебануло да тогда ну вообще прямо слушать такой вазоцефалит был жесткий я предлагаю на этом видео раз и навсегда закрыть тему того что два с половиной миллиона это дорого в современном мире это не так владимир владимирович ну вы просто в современном мире не сильно разбираетесь мы все понимаем конечно ну давайте как-то попроще будет вот они это вот как новый стингер стоит 35 так и этот стоит 35 тысяч долларов помнишь раньше было в моде говорить фуда российская сборка а эта тачка собрана в россии в калининграде на производстве мототор так потому что корейцы работают блять получилась страшная пацаны и 13 процентов девчонок нам понравился корейский автомобиль это не случайно это не спонтанное решение это взвешенное решение мы посмотрели 10 машин да теперь это 10 уже его сделали вывод я конечно внутри все равно не верю сам себе ну что можно променять новый е-класс допустим вот на такое дело до проблема в значке как владе знаешь знаешь через десять лет уже не будет такой разницы в статусности между этими автомобилями и бмв и мерседесы учитывая тенденции учитывая что они делают классная тачка мне очень мне тоже пацаны 13 процентов девчонок у кого есть корейские автомобили в таком сегменте давайте попереписываемся тигрины и львы и львухи маленький радостный да у кого может быть оптима есть потому что у них одинаковая база не оптима соната хенде соната соната да соната оптима вообще все что угодно генезисы вообще как дела обстоят надо узнать давайте форум в комментариях форум кей-поп кар форум да нормальная тема андрей спасибо тебе что написал спасибо что согласился поздравляем тебя с приобретением желаем тебе в твоей профессии высокого роста и больших доходов ты тоже стремись куда-то ночью пиздец мы вообще живем в одном доме так так получилось вот да большое спасибо за время большое спасибо за доверие пацаны и девчонки слить и за маслом выбирайте себе тачки по душе не бойтесь странных брендов но в поиске автомобиля вам обязательно поможет дром ссылка в описании увидимся но опять же можно два ларгуса взять и в четырнадцати ром есть два три ларгуса и в двадцать одного человека двигаться просто пиздец банды да давай сейчас перестроимся в правую полосу и вот так включается камера прикольно ничего не могу сказать и сейчас перестраиваемся влево и она нам сообщает что автомобиль был близко давай нитро пожалуйста очень классно но вечером красиво все выглядит ты как в телефонах помнишь типа полифония 16 а потом 32 думаешь ебать вот моторола вещи делать андрей чего не на сколько я пропали фонию ты 23 лет не мужчину задержка ему наверно батя рассказывал помнишь когда многие появилась у которой низ вот так крутится с музыкой блять всех ломался кирпич большой не тогда-то больше разнообразием и белок было такой всякая разная насколько возможно сейчас уже раньше буклетик возьмешь и сидишь полчаса его рассматривать газетка связной блять не погнали да чё пацаны делать будем для пойдем в ларек мобилки посмотрим стоишь там даёбываешь консультант заходишь туда тебе консультант спрошит вам помочь мне я посмотреть выбираю выбираю обоссованный кроссовок и вас шестеро таких каких-то непонятных штанах все блять кроссовки по 15 лет ношу россия которую мы потеряли было круто